Физкульт Это абсолютно любым человеком. Не важно, новичок, середнячок или уже продвинутый про. Какие же это причины? Совершенно не те, которые вы привыкли слышать и читать о которых или о которых вы думаете. На самом деле причин всего две. Две основные причины. Это отсутствие мозгов и эго. Да, наше с вами эго. Как это все связано, сейчас мы с вами разберем. Если вы думаете, что я хочу как-то оскорбить или унизить вас, нет, ни в коем случае. Я сам прошел через эти причины. И не важно, в быту они были или на тренировках. Хочу сказать, что все, абсолютно все свои травмы я получил не на тренировках. За исключением травмы плечевого сустава левого. Но это тоже не совсем правда, потому что предпосылки тоже были в быту. Почему же отсутствие мозгов и эго являются основными причинами получения нами с вами травм? Во-первых, большинство людей до сих пор не делают разминку. Мне очень многие люди пишут, что даже тренера не дают делать грамотную разминку. Большинство не знает о том, что существует специальная и общая разминка. Не говорю уже о заминке. И таких примеров много. Сейчас вы видите, много видео выходит о том, что не нужно делать базу. О том, что база вредна. Это тоже отсутствие мозгов. Только база нужна. И только база полезна. Особенно для натурального атлета. И мне пришлось сделать целый плейлист об этом, где мы будем разбирать все-все-все-все вдопричины не делать базу. И будем их развеивать как мифы. Потому что база это наше все. Другое дело, что отсутствие мозгов и эго влияют на то, что база может стать причиной травмы. Но также может стать причиной травмы любое другое упражнение, которое к базе не имеет абсолютно никакого отношения. Вы знаете, что большинство травм межпозвоночных грышек, протрузий в поясничном отделе позвоночника происходят не из-за приседа и не из-за становой, а из-за подъема штанги на бицепс. И это не я придумал. Это статистика, которую вы можете найти в интернете. Пожалуйста, копайтесь, смотрите. Другое дело, что люди не понимают, как делать базу, для чего делать базу. Базу необходимо делать с первых шагов тренинга. И я буду в дальнейших видеороликах рассказывать, как это делать грамотно. Другое дело, что приседания и становую тягу никогда не нужно делать в отказ. Никогда. Понимаете? Задумайтесь сейчас, как вы тренируетесь. И даже если вы делали базу, или вы видите, как кто-то делает базу, как выполняется база? В приседе, в становой. Мы не говорим сейчас о технике. Это совершенно уже другая история. Понимаете, насколько отсутствие мозгов влияет на все это? Но наличие тренера, инструктора, это тоже не гарантия безопасности. Ведь отсутствие мозгов может быть не только у вас, но и у вашего тренера, даже если он опытен, даже если он все знает. Вот вам пример из моей личной жизни. Когда я жил в России, у меня были свои тренажерные залы, вы знаете это. В одном из залов тренировалась сборная России по пауэрлифтингу. Там все сливки были. И главным тренером ихним был президент федерации пауэрлифтинга и главный тренер сборной России по пауэрлифтингу. Очень грамотный человек. Привел к результатам, серьезнейшим результатам многих спортсменов и спортсменок. Многие из его подопечных завоевывали места, призовые места на соревнованиях мирового значения, европейских турнирах. Многие ставили рекорды, которые до сих пор не побиты. Человек действительно знает, как тренироваться, уважаемый во всем мире и в России конкретно. Так вот, я на тот момент занимался чисто работой с железом, качкой, бодибилдингом можно сказать. И человек этот, который я вам сейчас о нем рассказал, предложил мне выступать тоже по жиму лежа. Якобы у меня хорошие результаты. Ну да, на те моменты я жал 180 на 7 раз. Без экипы, без лямок, без ничего. Естественно, я был тогда на фармподдержке. Но, друзья, человек посоветовал мне выступать в экипировке, то есть в майке. И сразу же мы с ним договорились, что пришли к тому, что он будет меня тренировать. На следующий день, на следующую тренировку мы пришли, как запланировали. Мне дали майку. Майка действительно хорошая была, ее на меня напялили. Мы постепенно дошли до 340 килограмм. Но, друзья, жали, естественно, с плинтов, с деревянных таких подставок с груди. То есть неполная амплитуда была. Но не в этом суть. Суть в том, что я почувствовал, что майка как-то не так на мне лежит. Но я-то человек, ни разу вообще не видевший ее в лицо, тем более не одевавший. Естественно, подошел к тренеру. Но тренер на отъебись подошел к этому вопросу. Сказал, да, в принципе, ты же никогда не просто не жал в майке. Так у всех. Это просто неудобные, неприятные ощущения у тела. Привыкнет, пройдет, все будет хорошо. Но на самом деле майку одели мне неправильно, не до конца. И где швы, где плечевой сустав, где должна была находиться майка, определенная ее часть, именно подогнана под человека, он был чуть-чуть смещен. И мне за одну тренировку настолько вывернуло сустав, что меня это беспокоит уже больше 10 лет. И мне сейчас грозит операция. Да, только операция. При всем при этом я тренируюсь, нахожу какие-либо варианты для себя. Я приседаю, делаю тяги, несмотря на то, что у меня грыжи и протрузии. Но вы понимаете, насколько был серьезен человек, насколько он авторитетен. И допускать такую ошибку, вот я, его подопечный, получил травму. Конечно, отсутствие моего мозга и отсутствие мозга у этого человека на тот данный момент, я не знаю, может быть, он был чем-то расстроен, были у него свои причины на это. Но так подходить к тренингу нельзя. Поэтому всегда, несмотря на то, есть у вас тренер или его нет, ученик вы, новичок вы, среднячок, профессионал, вы всегда должны думать своей головой. Всегда должны контролировать себя. Именно для этого я даю видео-советы снимать себя со стороны частенько. Разные упражнения, особенно которых вы немножечко сомневаетесь. И вы будете уже сами видеть, насколько хороша или не очень хороша ваша техника. И не важно, новичок вы, среднячок или про. Для каждого из этих уровней это будет полезно. Вы будете четко контролировать и видеть себя. Если вы новичок, набирайтесь теоретических знаний, смотрите себя со стороны. И вы будете сами, поверьте мне, лучше любого человека видеть, контролировать, где что у вас происходит. На каждом участке амплитуды. И если вы среднячок и новичок, для вас это вдвойне полезно, потому что вы будете еще потом, когда уже выполнять упражнения непосредственно, иметь как бы внешний, внутренний взор. Вы, благодаря тому, что просматриваете ролики своей техники, появится у вас вот это внутреннее ощущение, что вы смотрите на себя со стороны. И вы сразу уже будете чувствовать, достаточно ли низко опущен таз у вас при выполнении становой тяги. Не распрямляете ли вы колени в верхней точке приседания. Держите ли вы лопатки вместе, когда приседаете, когда делаете тяги. Не сводите ли вы лопатки вместе, когда тренируете дельты. Понимаете, насколько все это важно и взаимосвязано. И не база, либо какое-то другое еще упражнение, не важны и не имеют причины того, что у вас есть травмы. Только тупизм, пофигизм, отсутствие серого вещества в нашей черепной коробке. Про межпозвоночные грыжи и протрузии. Ни одну из них я не получил на тренировке. Все мои проблемы с позвоночником связаны с моей работой, либо с помощью друзьям. Самую большую грыжу, от которой я страдаю иногда до сих пор, это я помогал другу разгружать огромные бревна для строительства дома. Просто друг заказал машину бревен, забыл или сэкономил на разгрузке. Позвал своих друзей, мы по молодости разгружали. И вот уже тогда, когда поднимая очередное бревно, я почувствовал проблему. Выстрелила она почти через 17 лет. И потом я три года мучился от лечения, псевдолечения докторов, которые мне все запрещали, пока сам не занялся этим. Пока не нашел одного грамотного пожилого доктора, который сказал, ни в коем случае нельзя прекращать делать упражнения, те, которые ты делал. И становую тягу, и приседания обязательно необходимо делать. Но, естественно, он, обладая мозгами, и я обладая мозгами на тот момент, мы поняли и пришли к выводу, что приседать-то нужно с пустым грифом, либо с совершенно легкими весами. Если я мог приседать за 200, то начинал возвращаться, и больше года я приседал с 40 килограммами. С таким же весом полтора года я делал становую тягу. Но не прекращал я это все делать. Но вы это все знаете и так прекрасно без меня. Надеюсь, вы понимаете, да, что ни база, ни что-либо другое, а только тупость наша с вами является причиной наших с вами травм. Никогда не сваливайте вину ни на кого, ни на тренера, ни на кого-либо еще. Всегда, в любой ситуации, наша голова находится на наших плечах, и она подсоединена ко всему организму. И если мы думаем ей, а не жопой, то мы избежим многих проблем. Не только в тренировках, но и вообще в процессе нашей жизнедеятельности. Ну а вторая причина – эго. Я думаю, даже объяснять не нужно, да? Все мы всегда хотим выполнять как можно больше вес, выполнять его на большее количество повторений. Но на первом этапе, на втором этапе и на этапе, когда вы будете уже профессионалом, эго никогда не должно руководить нашей головой. Мы всегда должны думать мозгами. Если первая причина, конечно же, не является основной – отсутствие мозгов. Но даже если у нас с вами есть наличие серого вещества в черепной коробке, его нужно развивать, его нужно насыщать, постоянно тренировать. Не только наши мышцы нуждаются в тренировке, но и мозг. Изучайте, читайте, смотрите все, что можете смотреть в интернете, но пропускайте это все через фильтр здравомыслия. Понимаете? И тогда ни эго, ни отсутствие мозгов не помешают никому из вас грамотно и полноценно тренироваться. Никогда не доходите в приседаниях и в становых тягах до отказа. Никогда. Всегда, как минимум, одно повторение оставляйте про запас. Скоро я подготовлю очередное видео. Это основная причина отсутствия прогресса большинства, потому что доходят в этих упражнениях и в других до отказа. Отказ, как вы знаете, убивает силу. Отказ убивает силу, а за силой в натуральном тренинге только приходит масса. А если не растет сила, естественно, не растет и масса. Поэтому, друзья, ни эго, ни отсутствие мозгов не должно стать причиной того, что мы с вами не прогрессируем, получаем травмы. Ни на кого не нужно сваливать. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Мне не обязательно подписка от вас и лайк. Можете ставить дизлайк. Но, если вы считаете, что это видео полезно, поделитесь им с другими людьми. Ведь мой канал не для того, чтобы я зарабатывал деньги, накручивал себе подписчиков или лайки. Это не имеет для меня абсолютно никакого значения. Вы знаете, я зарабатываю не этим. И вся моя информация на 99% в статьях, в видео совершенно бесплатна для вас. Я на этом не зарабатываю. О моем новом плейлисте «Тысяча и одна причина делать базу». Друзья, если вы смотрите какие-либо ролики, где говорится о том, что база вредна, опасна, не нужна, и можно обойтись без нее, просьба не присылать мне эти ролики, а присылайте тезисно, напишите, о чем говорят люди, какая причина и какое доказательство, если оно есть. И я вам гарантирую, что на каждую из этих причин я приведу вам обоснованный доказательный опыт и теорию того, что это неправда. База всегда полезна. Всегда. При любом раскладе. Натурал вы или химик. Если натурал, она для вас первостепенное значение имеет. Ну что, друзья, увидимся в тренажерном зале. Не забывайте интересные вопросы, интересующие вас вопросы писать в комментариях здесь, либо в группе ВКонтакте. Но не забывайте, что на сайте вы можете оставлять только пожелания и ваши отзывы. Помогло вам, либо не помогло. Нравится вам, либо не нравится то, что я делаю. Не ждите ответов на ваши вопросы на сайте hmgym.ru, где собраны все мои.